Дорогие друзья, всем добрый день! Я в колледже, у меня окно. Через 34 минуты начнется следующий урок. У меня есть немного времени с вами пообщаться на тему «От добра добра не ищут». Как мы с вами понимаем это? Я это поняла вчера однозначно. Знаете, бывает так, мы вроде живем и понимаем, нам все понятно. Вроде что-то понимать, от добра добра не ищут. Тем не менее, на мой взгляд, в зависимости от возраста, от духовного роста, от каких-то изменений в жизни человека, у нас происходит переосмысление каких-то элементарных, уже как бы понятных нам вещей. Вот так у меня произошло вчера по поводу выражения «От добра добра не ищут». Если говорить в мирском понимании, чтобы время не терять, чтобы там себе набросало, вот в мирское понимание, не жди взамен добра, скорее всего, обернется все злом. То есть хотели как лучше, получили как всегда. Но оно так и получается. То есть это не говорит о том, что не нужно делать добро, но нужно очень хорошо понимать, кому ты что делаешь, для чего ты делаешь, и прокручивать как бы вперед, чем это может обернуться. С другой стороны, в мире так, в мире так и размышляют. Я сейчас с мирской точки зрения, с мирской точки зрения, не с духовной точки зрения размышляю. То есть человек начинает взвешивать, а делать ли мне, потому что, как правило, люди в мире рассуждают так. «А что я с этого буду иметь?» «Ну, я сделаю, значит, там доброе дело, а что я буду иметь?» То есть что-то ты имеешь, кто-то тебя имеет. В общем, в этом мире все все имеют. Здесь построено все на том, что ты мне, я тебе. Хотя вот поговорка звучит «От добра добра не ищут». То есть можно по-другому сказать, не делай добра, не получишь зла. Не получишь зла. С другой стороны, давайте поразмышляем вот так. «От добра добра не ищут». То есть даже мирской человек, недуховный человек, вот в мире живущий, не знающий Христа и его бытие, и как нам завещано жить, давайте представим себе, что он просто в подсознании своем понимает, как истинно нужно делать добро. В каком-то сюжете я, по-моему, об этом говорила, но я повторюсь, потому что в этом мудрость, очень большая мудрость, она написана в Священном Писании. То есть человек сделал доброе дело, но никто не знает, что именно этот человек сделал доброе дело. Так, как делал Иисус, и Он говорил, ты иди и не говори никому, там кто, что и как там тебе сделал. А здесь в мире, если вы хотите сделать, действительно хотите сделать доброе дело, человек, у вас есть такая возможность, вы делаете это доброе дело, но потом не звоните и не говорите, «Катя, я там за тебя словечко замолвила, я там то, то, сё, пятое, десятое, ты там должна, я, значит, твой долг покрыла». Зачем? То есть зачем? Это уже не доброе дело. Доброе дело, оно не нуждается в том, чтобы о нём рассказывать. То есть от добра добра не ищут. То есть здесь вот мы прямо берём семантически, вот в прямое значение, от добра добра не ищут. То есть человек сделал добро, и он не ищет обратной реакции. Он сделал это тайно, он помог, чтобы тот другой человек, которому помогли, он даже не знал, он просто понял, что, ну, это вот благодать такая вот снизошла на меня, потому что именно Господь сказал человеку помочь. Даже, может быть, подсказал, как, и там какие-то шаги на правильный путь наставил этого человека, чтобы он помог другому. Но он ему не сказал. С моей точки зрения, именно так нужно делать добро. Но не всегда так получается. Не всегда так получается, иногда получается, что люди узнают, и у меня так тяжело всё там, я не знаю, с этими, особенно с этими деньгами. Там кому-то, самой немного, но даже если есть, в Библии написано, если у вас есть деньги, и вас попросили в долг их, вы должны дать, вот вы должны дать, и не просить взамен. И вот мне звонит подруга, Наташа, всё, я говорю, забудь. Вот как мне? Вот она ко мне тогда обратилась, я реально, я смогла на тот момент, я ей помогла. Как мне пресечь вот эти вещи, чтобы она не чувствовала себя должной мне? Это уже, времени прошло уже очень много. Я говорю, ну забудь ты уже об этом, вообще забудь, забудь. Да как же это? Да как же, Наташа? Ну вот просто возьми и забудь. Вот возьми и забудь. Потому что уже, понимаете, мы же живём с вами, будет день, будет пища. У нас есть, на сегодня есть на что жить. То есть вообще не нужно об этом думать. Дали и всё, дали и сделали доброе дело. Помогли на тот момент этому человеку, но вот, понимаете, я свободна и спокойна от всего этого, а человек переживает. Вот из переживала уже всё, и нет никаких вот у меня сил убедить, чтобы как бы человек успокоился и вообще об этом не вспоминал. Ну, а сейчас я бы хотела сказать своё духовное понимание этого выражения. Вот от добра добра не ищут. Ну, случилось недоброе дело. Вот, ну как бы вот так. Ну, хорошо. По отношению к человеку поступили несправедливо, жестоко. Человек потерял работу. Давайте вот такую ситуацию возьмём. Человек потерял работу, потерял средства к существованию. То есть нет зарплаты, человек потерял работу. Добро ли это? Вы скажете в мире, ну, конечно, это зло. О, какое же это добро? Чему же радоваться-то? Чему же хорошего-то? И человек начинает вот, человек начинает сетовать, человек начинает думать, ну, за что же мне вот это? Почему же так вот жесток мир? Почему же так вот получилось? А вот это, кажущееся для человека недобро, оно стопроцентное с точки зрения духа добро. И искать другого добра человеку не нужно. Другого добра. То есть нужно вот это, то, что с ним произошло, воспринимать именно добром. Вот именно вот это. Если мы с вами возьмём элементарный совершенно вот пример, когда... Тоже очень много я привожу эти примеры, и мне там не все далеко, не все со мной соглашаются. Я вообще считаю, что детям, особенно вот они до совершеннолетия дожили всё это, они должны, им не нужно помогать вот так вот в глобальном вообще вот виде. То есть за них всё делать, что-то за них ходить, просить, искать для них работы, ходить, кланяться, использовать свои связи. Да зачем мне это надо-то? Ну, надо сам иди ищи. Иди сам, как потопаешь, так и полопаешь. То есть, вот, мама, ты недобрая, ты не по-доброму поступаешь. Это самое, что не наесть добро я делаю своим детям. Самое, что не наесть. Поэтому вот это вот от добра добра не ищут. Ищут вот в духовном понимании, что ты вот это вот, вот, получи вот это, именно добро с духовной точки зрения, которое тебя поставит в этой жизни, наставит тебя, заставит тебе самому шевелиться, чтобы ты ходил, чтобы ты достигал, чтобы ты получал, чтобы ты занялся делом. Ты, не я. Ну, почему я? С этими, со всеми мне, там, вот, мне вменяют, значит, чуть ли не в грех. Понимаете, что я не воспитываю внуков. Я не занимаюсь их воспитанием. Внуков. Но у них есть родители. Но у них есть родители. То есть, я не делаю им добра. Я не делаю добра. То есть, я не прихожу сюда. Да это самое, что не наесть добро. Растите сами. Взращивайте себя, как родители. Выходите из ситуации. Будет сложность. Вы постучите ко мне конкретно. Сама не пойду. Сама не пойду. Инициатива наказуема. Мы это знаем прекрасно. Я как раз делаю добро. Вы растите. У вас семья. Вы живете отдельно. Мне, извините, уже много-много лет я, наверное, заслужила, чтобы где-то отдохнуть. Хотя у меня до отдыха еще, как я не знаю, как до луны. Отдыха никакого нет. Если человек, если я бы сама бы, понимаете, ой, нет, я должна быть сердобольной бабой. Я должна добро сделать. А бабушка, я должна, значит, все там туда-сюда. Я сама прихожу. Понимаете, там тук-тук-тук. Во-первых, знаете, так не ко двору. У них там какие-то свои дела. Там еще что-то. Сюрприз. Там у них все. И начинается. Я, значит, влажу куда-то с моей точки зрения, с моей колокольни. Значит, я вот так должна сделать. Мне кажется, что это правильно. Молодая мама, значит, она смотрит вроде бы, как ей неловко. Ну вот, значит, свекровь пришла. Там что-то, значит, ну вот, вот, вот. А мы не ждали вас. А вы приперлись. А вот это вот все. Я поэтому никуда не лезу. Я не лезу. Потому что если бы в мое время ко мне пришли и залезли, мне бы было это неприятно. Ничего доброго бы я бы от этого не имела. Никакого добра. Вот никакого. Знаете, у нас говорят, нам такого добра не надо. Но ведь выражение же, это же не просто так. Мне такого добра не надо. Так и тут тоже. Я займусь чем-то другим. Я займусь, вот, элементарно. Да, я присела там попить чаю у себя в столовой и с вами с чем-то поделиться. Даже если говорю, один человек, вот один из вас будет, кто послушает, и который как бы внемлет и подумает на эту тему. Не то, что сразу, о, правильно тетка говорит, надо вот так. Не надо мне так. Как? Зачем? Вы просто, это для чего делают люди? Вообще блогеры, они выходят на связь вот со зрителями на своих каналах только лишь для того, чтобы поделиться своими мыслями. Никто никому ничего не навязывает. Вы делаете уже свои выводы. Вы сами решаете, как вам поступать. Но есть вероятность, что кто-то об этом подумает, задумается. Потому что не всякое добро, добро. Не всякое. И наоборот. Не добро, кажущееся, может оказаться величайшим добром. Величайшим добром. Вам отказали в чем-то, понимаете? Вот вам отказали. Ах, такая девушка, значит, вы там такая вот, вы не добрая, вы такая злая, вы злая. Значит, все, вот что, вам трудно, что ли? Она говорит, да не трудно мне, но я вот вам отказали. Вот в чем, не знаю в чем, все. Потом происходит, что если бы не отказала бы она, произошло бы что-то там вот. Так вот все. И вот это не добро, оно откликается еще каким добром. Поэтому вот от добра, добра не ищут. Не ищите вы какого-то другого добра. Чего его искать? Ну, а если в мирском понимании, оно действительно, оно вот так, так и живем мы, потому что это тоже правильно, что довольствуйте, довольствуемся тем, что у нас есть. То есть все хорошо, все замечательно. Зачем искать чего-то более? Зачем? Жизнь, она самодостаточна. Вот это все то, что мы мудрим, то, что нам кажется, что мне вот тут вот не хватает, мне там еще чего-то не хватает, еще чего-то не хватает. Я вот думала, да, как распорядиться впереди пасхальное воскресенье, значит, сегодня у нас пятница, сейчас вот уроки проведу, побегу к стоматологу, то есть там то все, то тоже такое счастье, что ни раньше, ни позже у меня там проблема с зубом возникла. То есть если бы я была добро-добро, и я благодарна Богу, что это произошло именно сейчас, и у врача нашлось время, и мне через неделю ехать в командировку, вот там бы это случилось, когда мастер-классы буду давать, вот это было бы так хорошо, я счастлива. Друга бы сказала, почему ты радуешься, Наташа? Почему ты радуешься? У тебя там зубы полетели. Ну, а я радуюсь, что это произошло сейчас, а не тогда, когда я была бы в другом городе. Ну, я бы там говорила, говорила своими эмоциями, и зубом бы подавилась бы своим, отвалился бы. Так что все хорошо, все хорошо, мы ищем какие-то блага, какие-то сверхблаго, какую-то сверхдоброту, когда, мне кажется, в наше время вообще нужно, наоборот, к себе как-то пожуще, что ли, относиться. По-жуще, по-справедливее. Это не говорит о том, что это жестоко, это справедливость. Нас очень часто путают. У нас путают. Добро путают, понимаете? Со злом переворачивается, наоборот, говорят, что это зло. Это как раз добро. Либо медвежью услугу вам оказали добро, это злом оказывается. Сто процентным злом. Кому она нужна, медвежья услуга? Все мы знаем, чем это все заканчивается. Все как-то переворачивается, говорит, вы, значит, злая, при чем здесь злая, люди забыли, что такое справедливость. Потому что у нас нет сейчас справедливости в мире, ее просто нет. У нас все продается, все покупается. Иди, мой хороший. Оттанцевалась? Вы не видите ее, она летает. Ой, царяна. Скажи всем здрасте. Всем привет. Так что тут справа, то есть справа, стоящая справа, справедливость. Справедливость. Как ты понимаешь справедливость? Ну иди сюда ко мне, вот тут садись. Иди. Потому что тебя уговорили. Пообщайся с народом. Не знаю, для меня справедливость это, ну, не знаю, то, что должно быть правильным, что ли. Ты что-то сделала, оно должно быть, не знаю. А может быть с твоей точки зрения это правильно, а с моей быть неправильным? Или все-таки есть стопроцентное? У меня так, ну, мне так кажется, с точки зрения, ну, как религии Бога, что ли. Все равно как-то совесть начинает. То есть ты берешь это в духовном аспекте. Чисто в духовном. Ну, вот. То есть чисто в духовном аспекте оно на самом деле, оно вот так и никак иначе. А уже в мире мы начинаем выколубываться. Так вот, мне сказала, начала и прервалась относительно того, как планы наши, да, вот пасхальное воскресенье. И так была рада. Сегодня нам, мне сегодня принесли вот три контрамарки. Красноярский театр, Убера и Валета. И мы вот всем классом, все девчонки, я вот написала уже, собираемся. То есть планировала как-то по-другому. То есть еще ничего не знала. Просто в голове были мысли. Чем не добро? Господь отправляет нас в театр. И самое интересное, знаете, на какой спектакль? Под первой звездой. Под первой звездой. Вы представляете? Студенты, которым я преподавала сценическую речь, актерское отделение, театр музыкальной комедии, отделение у нас выпускается в этом году. И вряд ли больше, не знаю, будет ли набор. Скорее всего, нет. Один процент из ста, что будет. Скорее всего, не будет. И вот студенты, две студентки, это будет их дипломный спектакль. Они там играют, у них там определенные роли. И вот Анастасия Вятскина, Наталья Викторовна, мы очень хотим, чтобы вы пришли на спектакль. Я говорю, ну, конечно, Настя. Поэтому все было решено за меня. Все было решено за меня. Ну, на самом деле, человек сделал доброе дело. Мы пойдем, мы посмотрим. И я ей очень благодарна. Ну, что, все. Урок окончено. У меня сейчас начнется. Друзья дорогие, всем спасибо, что вы были с нами. Не знаю, как-то немножечко сумбурно. На эту тему можно еще размышлять и размышлять и размышлять. Она очень такая объемная. Поэтому воспринимайте какие-то горестные моменты в своей жизни, сложные моменты в своей жизни. Воспринимайте их добру. Вот попробуйте, переверните все это. Воспринимайте то, что это к добру. Сейчас знаешь, что вспомнила. Я, конечно, у меня нет этого, ну, этих бзиков. Я никогда на эту тему не разговариваю, не размышляю, не рассказываю. Кто-то мне говорил, что когда то ли птица в окно стучит, то ли кто-то во сне приходит, то ли что. Спрашивать надо к худу или к добру. Какое-то такое. Что-то где-то далеко-далеко. Где-то я когда-то слышала это. К худу или к добру. Вот не заморачивайтесь, не заморачивайтесь. Просто примите, просто примите. И предоставьте Господу. Все вырулится. Надо просто набраться терпения, смирения и веры в то, что все, что не происходит в нашей жизни, все для чего-то. И вы, даже если будет кривая какая-то дорога с ухабами, с кочками, там и со всем остальным, и мотор заглохнет, и еще что-то, все равно все наладится. И на дорогу напрямую, на хорошую, как на пасхальное яичко, на такую гладкую. Жизнь вас все равно выведет. Но главное нам не падать духом. Все. Будьте здоровы, будьте благословлены. До встречи.